Жуткая травма произошла совсем недавно. 16 октября в матче против Газпрома Югры Сергей Денисов в единоборстве с 38 номером из Югорска на мини-футбольном паркете въехал в рекламный бортик. В итоге капитан с переломом досрочно и достойно завершил этот матч, а врачи констатировали перелом ключицы. Ну конечно, очень много сообщений было. Я вот еще выкладывал даже в инстаграме, что прям очень много. Я вообще не ожидал. Даже от тех, кого не ожидал, все писали. Сотни сообщений. Мне прям очень было приятно. Болельщики? Да конечно, сразу даже в этот день, вот говорю, сотни прям сообщений болельщики. Как, что, что случилось, почему. И вот поэтому, ну, я прям, мне очень приятно было. А это кадры уже с места домашнего реабилитационного вынужденного нахождения капитана мини-футбольной нижегородской дружины. Сергей регулярно проходит перевязочные процедуры. Согласно медицинских сроков проводят снимки перелома. И самое главное, без устали скучает по любимому клубу. Как себя чувствуешь вот в такой вынужденной изоляции от мини-футбольного сообщества? Ну, если честно, ужасно. Да, сейчас я мог находиться в луфте, играть эти игры. И, к сожалению, вот как раз-таки команда вчера проиграла в кубке. Но вообще будет ответ на игра. Поэтому эмоции некуда девать. Сложные травмы Сергея Денисова требуют терпения и главное времени. Дома капитан МФК «Торпеда» совсем не одинок. Активен и безостановочен шотландец Барни и всегда рядом девушка Оля. Я очень переживаю. Хочу, чтобы он побыстрее вернулся в команду. Поддержка чувствуется? Конечно. Каждый день, каждый час, каждую минуту. Как говорят врачи, на лечение сложного перелома потребуется несколько месяцев. Вероятность выхода Сергея Денисова на паркете под флагом мини-футбольного «Торпеда» – это февраль следующего года. Хотя, если выздоровление и реабилитация 24-летнего футболиста пройдут быстрее, то все и болельщики, и родной коллектив готовы встретить седьмого номера МФК «Торпеда» во всеоружии на поле битвы. И, как всегда, с повязкой капитана. Служба информации Владимир Смирнов, Валерий Евстигнеев, Ренат Бигбаев.